Вот есть некоторые границы религиозности. И вообще, почему на самом деле в древности наше знание о мире, оно приобрело характер религиозности. Причем религиозности разные. То есть была религиозность мифическая, была религиозность, собственно, религиозность, в смысле христианства, более высокого уровня религиозности. Ну и потом наступает век освобождения от таков религии. Возникает наула, которая, в принципе, не нуждается в никаких вот таких вот помощи, в каких-то догматах религиозных. Вообще, почему в разные времена возникают разные способы знаний? Потому что все эти вещи, и мифы, и религия, и наука – это как бы на самом деле способы отношения человека и мира. Просто дело в том, что здесь проблема состоит, как мне кажется, если подходить с нашей этической точки зрения, она состоит в том, что вот есть некоторая внутренняя уверенность человека, его укорененность в этом мире. Дело в том, что когда человек не уверен в себе, когда человек не может доверяться только себе, когда он вынужден, на самом деле, опираться на общину, на свой род, клан, племя, и тем самым он на самом деле живет в неком мире авторитетов. Потому что наша жизнь конечная, и что значит доверять? Есть некого рода традиция, и как удостовериться, что эта традиция доносит до человека истину? Надо просто поверить в то, что авторитеты, те самые древние люди, они почему-либо из своей внутренней жизни выработали какие-то принципы, какие-то воззрения на мир. И что эти воззрения, на самом деле, они проверены временем. Потому что раз они дошли, сохранились во времени, значит, они истинны. То есть, и проблема состояла в том, что отдельный человек не мог проверить эти истины, ему вынужден был доверяться авторитетно. То есть, для него авторитет, мнение других людей, оно является фундаментально важным. Причем не просто мнение каких-то отдельных людей, а именно вот такое авторитетное, некоторое рода коллективное мнение, которое выражено в неком растворенном в обществе знании, которое растворено в языке, в культуре, в традициях, в каких-то повседневных делах. Причем в повседневных делах детализированных. Любое дело, которое делает древний человек, оно на самом деле описано вплоть до деталей. Что он должен делать, какую молитву говорить, куда смотреть, как стоять и прочее. То есть, вся жизнь, как бы, она вот регламентирована в каком-то отношении. И это не просто так, потому что в этом, как бы, проявлялась вот та вот истина, вот некоторого рода закрепленный опыт поколения. Постепенно человек становится более в себе уверенный. Причем эта вот уверенность человека в себе, она имеет характер увеличения человеческих свободы. То есть, когда человек не уверен в себе, он как бы растворен в коллективе, собственно, вот, как бы, личности такой, да, которая за себя отвечает, нет. То есть, человек, как бы, часть коллектива существенного образа. То есть, он мало того, что он частичен, да, там, как бы, и вплетен в коллектив, он даже и, в принципе, как бы, может быть, себя из этого коллектива и не выделяет. И когда он говорит «я», он имеет в виду весь свой род, там, свое племя и прочее. То есть, он даже высказывается, не высказывается даже от своего лица, а высказывается от лица общины, там, племени, народа. Ну, вот, если мы берем, допустим, Ветхий Завет, то там все эти пророки, они всегда высказываются от имени всего народа, а не от имени себя, да. Или от имени Бога. И Бог говорит с ними, как с представителями народа, а не просто так. Он говорит, например, пророку, я выбрал тебя, потому-то и потому-то. А пророк говорит, да я, говорит, тут, типа, нет, существо уничтоженное, типа, там, и так далее. Какой-то диалог, и, как бы, и пророк становится, для кого-то, посредником между народом и Богом. То есть, Бог просто вынужден, ну, естественный способ, как бы, да, донести божественную истину до народа. То есть, речь идет о том, что Бог общается именно вот с Израилем, да, то есть, как с некого рода народа. И единицей, как бы, это вообще не является именно народ, а не отдельный человек. И вот постепенно, когда вырастает уверенность человека в себе, причем я это сейчас рассказываю феноменологическим образом, да, то есть, просто исторически так складывается постепенно, да, накапливается опыт, постепенно, как бы, крепнет вот то, что называется личностью, да, то есть, отдельный человек, да, выбирает в себя вот этот коллективный опыт и постепенно сам начинает судить о том, что вокруг него происходит, то есть, пытается понять, на самом деле, да, и… Когда он может выжить уже сам по себе? Ну, это все параллельно идет. Параллельно с этим идет и то, что раньше он обязательно без коллектива и выжить даже не мог, а теперь он уже, там, у него возникает частная собственность. Мы говорили о том, что личность – это продолжение собственности, да, то есть, человек может, в принципе, опираясь на эту собственность, выживать отдельно, да, как отдельная семья, а может быть, даже вообще как отдельный человек. То есть, постепенно у человека вот крепнет вот эта вот уверенность в самом себе, и вот эта вот уверенность в самом себе, она одновременно же изменяет и представление о том, как устроен мир. То есть, человек уже не просто доверяет авторитетам, а он пытается их уже проверять. Потому что недостаточно то, что авторитет сказал, а у меня есть собственный опыт, да, Я хочу проверить, как это на самом деле. Но вначале, все равно, есть постоянная отсылка к какому-то опыту других людей, которые жили, может быть, в недалеком прошлом. Вот, например, как христианство развивалось. Ведь никто не сомневался, что Христос был чудотворцем, что он налечил людей, что он совершал какие-то чудеса. Ведь те люди, которые все это видели, которые за ним ходили, предполагается, что они вообще говоря, в момент, когда христианские произведения в Евангелии писались, все эти люди донесли свои рассказы. Это не выдумки же, может быть, даже какие-то свидетели были этого. Того, как Иисус Христос ходил. Или там, по крайней мере, остались некого рода сыновья тех людей, которые видели непосредственно своими глазами все эти вещи. И поэтому никто в этом принципе не сомневается. То есть, говоря о христианстве, здесь можно, конечно, говорить о том, что все это, конечно, некого рода тоже своеобразный миф и так далее. Но предположим, что все-таки Иисус Христос – это историческая личность. И все, что написано в Евангелии, соответствует тому, как это было в реальности. Точно так же, как бы, если мы идем дальше, да, то постепенно вот эта вот уверенность человека все больше накапливается, накапливается, накапливается. И постепенно человек не просто пытается критиковать или сомневаться в неких авторитетах, а он сам для себя становится единственным авторитетом. То есть, вот то, что и называется личностью. Ведь личность – это такое универсальное существо человеческое, да, которое опирается на само себя. То есть, для которого критерием истины является он сам, и который доверяет только самому себе и собственному опыту. То есть, это вот полностью укорененное в себе самодостаточное некое существо, да, вот самоуверенное. То есть, это вот как бы отрезанное ломоть. Мы говорили о том, что личность, развитие личности – это движение атомизирования общества, да. То есть, общество распадается на такие атомы, да. Но каждый атом в этом обществе становится как бы самодостаточным и как бы некого рода целостностью становится, да. Некого рода подобно суверенному государству, да. То есть, личность как суверенное государство отдельное, которое самодостаточное, у которого есть собственные принципы, собственное воззрение на жизнь, собственный опыт. Все собственное свое. И вот движение вот такое, оно возрастает, возрастает и доходит до этой стадии последней, да. Дальше просто двигаться некуда. И вот то, что мы видим, да, в современном обществе, и то, что для нас является уже человек, вот, как ставшее, да. Мы видим вот именно такие личности, для которых единственным авторитетом является он сам. И все, как бы, теперь любой человек, любая личность, там, все проверяет на собственном опыте. И даже вера в Бога, как бы, она вот именно приобрела такой характер, что именно сам человек должен решить для себя, верит он лично в Бога или нет. И для него все вот эти свидетельства, какие бы они ни были, они уже все равно приобретают характер лично я, доверяю этим свидетельствам или нет. Но я-то о чем хотел сказать? Вот я просто так попытался некого рода генезис, да, того, что называется самоуверенностью, проследить для того, чтобы высветить, да, вот, что такое личность. И здесь что интересно? Здесь интересно, что помимо вот этого прогресса, как бы, есть некоторый родный регресс. Что не бывает в нашей жизни никогда так, что все, как бы, всегда идет в позитив. Тут есть, как бы, и обязательно параллельно всегда идет процесс, если есть позитив, то всегда идут процессы негатива. В чем состоит негатив-то? Негатив состоит в том, что раньше, если у людей был какой-то единый авторитет, да, и некое единое, вот, пускай растворенное в языке, там, в культуре прочее мнение, единая некая практика, да, они были объединены самим фактом существования. Просто человек существовал, пусть он не был личностью, он не был самодостаточной единицей, да, там, как бы, универсальным неким существом, не был суверенным, да, таким. Но, тем не менее, как бы, вот эти личности, они объединялись, вот, племя, там, в общество, там, некий народ, там, или, там, в род и прочее, то они в этом роде были искреплены самим фактом существования. То есть, они вот были, у них было некое рода единство, и идеологическое, и фактическое. Им не надо было задумываться, как это вот они так едины, какие тут проблемы могут возникнуть, да, это просто само собой разумеется было. Как ты говоришь, что это необходимость заставляла их, да, объединяться для того, чтобы в едином неком опыте, да, в неедином, в единой борьбе за жизнь, как бы, вот, выживать. Но это просто сама жизнь такова была. И вот поэтому древнее общество, оно вот имеет такую органическую, органицистскую такую структуру, да, она как вот некого рода единый организм. Вот это и было общество, которое представляло собой сверхличность, только эта сверхличность, она не была разумной, да, она была такой бессознательной сверхличностью. Ведь когда речь о сверхличности идет у креста, там у креста как раз личность, она и сознательная личность, да, там она разумная, она другая уже, да. И вот постепенно вот этот органицистский способ организации общества разваливается, и все больше и больше атомизируется. И что происходит? Происходит так, что каждый отдельный индивид этого общества, который раньше был целостностью, сам становится маленькой целостностью. И теперь, получается, задача состоит в том, чтобы вот эти целостности собрать. И вот это не получается, потому что если каждый отдельный индивид, каждый отдельный человек является личностью и сам для себя является истиной путём и жизнью, то есть каждый сам считает, что для него истинно, и как её выбрать, в чём состоит правильность опыта, в чём можно доверять, чему нельзя доверять. Ну, то есть, каждый отдельный человек, условно говоря, представляет собой такого микробога, вокруг которого верится его субъективный мир. Как их объединить, эти миры? Как их состыковать? Нет никакого средства. Потому что это буквально в смысле атомизированное электросостояние. Нет, что проблема про меня состоит? Какая бы идеология не была бы выработана, как бы люди не обсуждали эту вещь, они на самом деле... Нет, на базе идеологии объединить невозможно. Да, они никогда не объединятся, потому что на базе идеи, что такое идеология, на базе идеи, это объединение невозможно. Если мы, опять же, в древности скатываемся, то там общество... А вот на базе этики добра они могут... Подожди, подожди, до этики добра надо дойти. А вот там, на древнем обществе, как было в объединении? Объединение было на базе того, что люди из жизни жили некой совместной жизнью. У них были некие совместные чаяния, совместный опыт, совместный труд, совместное выживание. Они готовы были разбежаться в любой момент, им некуда было бежать. Это понятно. Но сам факт состоит в том, что их объединение не имело идеологического характера. Не имело, да. А в чем проблема этой идеологии? Идеологии удержать единство невозможно. Почему? Потому что, как показывает практика, это, опять же, не теоретический тезис. Может быть, с теоретической точки зрения можно было бы разработать единую идеологию и объединиться. Но с практической точки зрения, как показывает практика, даже практика христианства, идеологически, вот христианство как идеология, она не может удержаться. Оно постоянно разваливается на какие-то ереси, на какие-то группки, секты, подгруппки, и все постепенно разваливается. И так любая вещь в идеологическом плане, какая-нибудь коммунистическая партия, другие партии, везде здесь разногласия, группы, течение, правый уклон, левый уклон, и все разваливается. Всегда так было, и всегда так будет. Потому что в сфере идей, на самом деле, невозможно удержать это единство. Потому что так устроены идеи, потому что они постоянно разветвляется, размножаются, как бы и детализируются. Сколько вот, казалось бы, марксизм, простое учение, казалось бы, четкое, да и ясное. И тем не менее, сколько есть направлений разных марксизмов. Марксизм, как понимается в Советском Союзе, как на Западе понимает, как у было споров и прочее. И так далее. То есть это везде так. Чтобы его не взять, на самом деле, на идеологическом плане никакое единство достигнуть невозможно. Поэтому единственное можно достигнуть только на уровне жизни. И поэтому христианство, понимая это, оно не пытало, Христос же ведь не пытался дать идеологическое учение. Вот это потом, в итоге, да, для того, чтобы объединить государство, для государства, для того, чтобы государство удерживать, нужны законы, некая идеология вообще. Потому что в некотором отношении государство ведь как удерживает? Оно удерживает их в том числе и насилием. Если ты не придерживаешься этой идеологии, мы будем как бы тебя наказывать. И церковь, которая стала государственной, она ведь тоже приняла этот способ жизни государства. То есть у него возникла некоторая рода, после этих соборов известных, да, там, Никиского, там, да, война разработала некоторые догматы, некоторого рода учения, символ веры, да. И если ты от него отклоняешься, то оно точно так же карало. Точно все то же самое было, был сурковный суд, был. Ну, вся структура государства, она просто полностью восприняла, потому что иначе идеологически не удержать. То есть идеология всегда держится на обратной стороне, на репрессиях, да. То есть всякий раз, потому что, чтобы удержать вот эту идеологическую структуру в единстве, надо постоянно уничтожать, как бы, противников. И это, когда говорят о том, что демократия, это вот такое, что много воззрений, мы, типа, будем другу спорить. Ведь демократия всегда все разваливает. Как-то если будет много воззрений, все будут друг другу спорить, никакого государства не будет. Государство просто разлетелся на куски, и все. И поэтому государство начинает собираться с того, что ограничивает демократию. И всякого рода инакомыслящих, особенно тех, которые разваливают буквально в смысле государство, мочат, и как бы, и постоянно вот как сейчас у нас происходит, как обиде, как наше государство сейчас собрало себя. Она просто в каком-то отношении замочила всякого возможности вот этого свободного высказывания, да, вот этого попытки развала, да. Пытается нащупать некую общую, новую, общую идеологию, там, на базе, там, православия, там, или на базе, там, патриотизма. Ну вот она ощупью ищет эту идеологию, на самом деле. И все, что будет ей противоречить, она будет уничтожать, там, сажать тюрьмы и так далее. Но это, на самом деле, не зависит от того, что какие-то люди сидят в государстве плохие, наверху там. Это просто сама, в принципе, любая вот система, типа государство, она так живет, она не может иначе жить. Она вырабатывает некого рода принципы жизни, да, и кто все, что выпадает за эти принципы, это как бы, все это разваливает, это государство. Она их уничтожает, так устроено оно. И церковь такова же. Точно так же ереси, церковь всю жизнь своего существования всегда боялась именно ересей. Почему? Не дай Боже, вот, как бы, именно произвести раскол церкви. Прежде всего, боялась именно раскола. Может быть, если бы ересь какая-нибудь была, можно было бы где-нибудь ее обсудить, это было бы не так страшно. Даже Павел говорил, да, что там, что среди вас должны быть разномыслия, да, чтобы вы выявились... В принципе, как бы, с разумной точки зрения, это нормально. Но с точки зрения бытования церкви, как государственной религии, это ненормально. И поэтому, как почему? Потому что это ведет к расколам. Потому что если возникают вот такие различия, то они приводят к тому, что все разваливается, все раскалывается. Поэтому, как бы, единственный способ объединения, и этот способ объединения действительно сплачивает, да, это совместная жизнь. Это показывает, и такой способ объединения, как совместная жизнь, и есть семья. Вот люди живут в семье, они могут там сколько угодно спорить, могут идеологически принадлежать к разным лагерям. Один может быть демократ, другой там может быть, я не знаю, там, республиканец, там, или там, монархист, еще не важно кто. Но, тем не менее, они вместе живут, у них есть общая как бы жизнь какая-то, есть общая, что-то есть общее, не идеологически общее, а что-то другое, вот какая-то совместность есть, да, которая вот пронизывает этих людей, и они остаются друг с другом. Вот даже пословицы есть такие, да, там, любимые ссорятся, да, только тешатся там. То есть, объединение, реальное сильное объединение возможно только на базе совместной жизни. И вот христианство, как оно родилось, оно ведь это и хотело сказать, оно хотело указать, на самом деле. Конечно же, там тоже есть учение. Естественно, невозможно, без идеологии вообще, конечно, невозможно. Человек не может просто объединиться, да, вот как древний, как некую такую жизнь ради выживания, и все. Нет, человек, современный человек, как бы, вот личность, она, конечно, требует и размышления, и своей позиции, и прочее. Но, как показывает опыт, никакого другого объединения идеологического невозможно. Возможно, единственное, цельное, настоящее объединение, оно только на базе некого общего опыта. И поэтому христианство говорит о том, что вот новая община, вот эта вот, объединенная, да, община, тогда уже, когда христианство возникает, тогда уже появляются личности. Это вот первые ростки они начинают давать. То есть, тогда уже вот это вот… В чем проблема вот всех опокайтесь и вернитесь к Богу? В чем проблема была всех этих пророков, которые приходили, да? Проблема состояла в том, что вот эта вот первоначальная сплоченная община в силу вот этого движения, как мы говорили, самостоятельности, да, она все больше и больше разваливалась на вот эти атомарные единицы. И получалось так, что состояние вот этого иудейского общества не соответствовало вот изначального, как бы, замыслу, да, общения Бога с народом. То есть, нужно было вот придумать какой-то новый способ объединить, да, вот вернуть этот народ в некое новое состояние. И вот приходили пророки, говорят, покайтесь там, типа, обновите свою жизнь, там, вернитесь к Богу. Вот в чем суть, как бы, из всех этих пророков. Так вот, Христос как раз не говорил покайтесь, да, Он предлагает другую систему, Он говорит, давайте объединимся на другом основании. Вот есть семья, да, вот объединимся на основании… Христос не говорит покайтесь, Христос не говорит, не надо возвращаться назад. Да, конечно, он же, вот у него есть хорошее высказывание, Он говорит, что малый и в Царстве Божьем будет превыше даже Иоанна Крестителя, который выше всех пророков. То есть, на самом деле, даже малый в Царстве Божьем, то есть, вот в этом новом христианском объединении, будет больше, чем пророк, высокий пророк, которого даже иудаизм как бы почитает, а Иоанна Крестителя. И почему? Потому что там совершенно новая система. Так вот, та система, она как семья, она не семья. Если племя или общество, вот это древнее Израиль, построено на родовом принципе, да, люди одного племени, одного рода, как бы, да, вот они объединились, они просто на основе кровно-родственных связей, да, то поскольку вот все рассыпалось, да, вот на такие личности, вот эти кровно-родственные связи перестали иметь вот такое фундаментальное значение, которое они наносили в прошлом, да, и каждый отдельный человек, он приобрел вот эту внутреннюю самостоятельность и уверенность в себе сама, да, то объединиться надо было как семья, да, как пример, но по-другому, на другом основании. То есть, семья Бога, да, то есть, когда Бог является главой Отцом, то семья Бога. Вот такая как бы метафора, и вот на этой метафоре, ведь семья, она единой жизнью живет, да, то есть, она живет единой жизнью, у нее единый опыт, единое там имущество, все, ну вот метафора семьи здесь как бы вот и должна заработать, да, причем семья не может быть огромной, не может быть семья там из миллиона человек, такой семьи не бывает. Семья какая-то ограниченная маленькая семья, то принцип семьи состоит в том, как мы уже говорили, что люди друг друга знают. Как только как бы люди перестают друг друга знать, сразу вот этот принцип семьи перестает работать. Сообщаются непосредственно. Да, непосредственные люди, родственники, да, только вот этого нового типа, да, в которой живут в семье Бога, объединились, да, вот под монархией Бога, да. И представляют его семьи. И таких семей должно образовываться много. По сути, как бы христианство, как оно виделось с Христу, да, вот разные общины в разных городах, объединенные вот некоторые такие группы, знающие друг у друга людей, которые, собственно, и представляют, объединены вместе с Богом вот через понятие сыновства. Вот так вот, по идее, должно было бы представлять собой вот такое христианство. Но оно, конечно, со временем приобрело глобальный характер и переродилось в государство. И, собственно, как бы вот сама идея, она умерла, да. То есть не умерла, а как бы выродилась, да, и, собственно, христианство превратилось просто в нечто, как бы дублирующее функции государства, да. То есть раньше еще такая тема интересная была там, что была светская власть, была и духовная власть. Сам термин «власть» для христианства – это просто как бы нонсенс, да. Потому что сам Христос говорит, что вот вы знаете, что вот у народов там царствуют там князья, да, там как бы там… А у вас да не будет так, да. У вас-то будет тот, кто хочет быть первым, будет для всех слугой. То есть, в принципе, понятие власти духовной – это нонсенс. Да, то есть христианство, в принципе, против всякого рода власти. Да, и в семье, вот в обычной семье, там же самый сильный берет на себя самую. Да, именно так, что вот… Он действительно всем служит. Вот метафора семьи, как бы, она является здесь наиболее правильной, да. То есть в семье, на самом деле, в семье присутствует… Вот нет… Понимаешь, есть главенство, но главенство не властное, а другое какое-то, да. Причем, как бы, тот, кто сильнее, он и берет на себя больше. Понимаешь, а не так, как в государственности. А тот, кто сильнее, как бы, тот ничего не делает. Часто. Тут возникает вопрос, личность – это хорошо или плохо? Потому что, на самом деле, как мы говорим, то, что мы что-то приобретаем, что-то теряем. Вот сейчас мы живем в эпоху максимальной атомизации общества. Может быть, если дальше атомизировать его, да, там, а это и пытаются сделать, да, там, как бы, на самом деле, сейчас в развитых обществах типа Европы, там, государство вмешивается в семью, да, и, как бы, и вот государственные нормативы, да, гражданина и человека, они, как бы, становятся, ну, сильнее и давят всякого рода нормативы, ранние нормативы там общества, да, где в семье, как бы, существовал некий свой, как бы, маленький уставщик такой, некие свои правила, да, кто главный, кто второстепенный. Они как-то там, совместная жизнь их какая-то устанавливалась, они как-то интуитивно понимали, как она должна быть, ну, как бы, возникал некого рода баланс. Естественным образом, дети умалялись в силу того, что они являются еще не совсем людьми, да, то есть они постепенно становятся личностями, да, в процессе антогенеза. А теперь возник, получается так, что… Ну, они даже и людьми становятся, потому что сначала они животные, да, как бы, постепенно они приобретают черты человека, начинают говорить, понимать, и постепенно, как бы, в этом развитии становятся личностями. Так вот, а теперь получается так, что личностью человек становится с момента рождения, да, то есть это не личностью, а гражданином. И уже с момента рождения на него переходят все гражданские права. И тем самым государство, вмешивая семью, ее разбаливает, да, вот эта ювенальная юстиция и прочие все современные юридические вещи, они, как бы, просто к чему приводят? Они приводят к тому, что, как бы, семья, как институт, должна отмереть. И, собственно, как бы, она и не нужна. Ну, то есть гражданина может воспитать, условно говоря, любой другой гражданин, да, там, родитель один, родитель два, там, а может, два родителя одного пола. Это уже, как бы, становится неважным. То есть общество еще больше атомизируется, да. То есть когда в обществе существует институт семьи, то семья дает, по крайней мере, как мы говорили, метафору объединенности, да. То есть, по крайней мере, человек, живущий в семье, особенно в семье благополучной, он понимает, что такое любовь, он понимает, что такое целостность, да, что такое объединение людей в некий коллектив. Потому что, как мы говорили, невозможно объединиться с помощью никаких идеологий, никаких идей, да. Возможно, объединится только с помощью некой совместной жизни, в которой устраивается естественная иерархия, семейная иерархия, где старшество и меньшинство понимаются все-таки правильно, не так, что старше всегда давит. В нормальной семье есть всегда какая-то внутренняя поддержка, внутреннее понимание, любовь, то, что надо с любовью. И вот если общество теперь современное вторгается в семью и ее разваливает, то общество еще более атомизировано, потому что вот это воскрепляющее начало в виде семьи, которое дает понимание, что такое целостность, та вот самая христианская целостность. Христианская целостность тоже строится вокруг метафоры семьи, нового типа семьи, конечно, но вокруг где-то метафоры строятся. И тут получается, что и эта метафора отомрет, и семья превратится в некую формальность, где два гражданина воспитывают еще одного гражданина, и семья атомизируется, и, собственно, она станет вообще чем-то второстепенным, и, может, вообще со временем семья как институт будет не нужен. То есть будет два родителя, а детей будут собирать, ну, как, в принципе, и мечтали некоторые роды коммунисты, да, что, как бы, возникнет некий институт общества детей, то есть всех детей после рождения будут куда-нибудь забирать там, и растить, как бы, под неким где-то единым, там, неусыпным, там, воспитанием общества. То есть государство возьмет у себя функцию воспитания с самого начала, да, и, как бы, просто родители будут, у родителей будет просто определенного рода обязанность, да, плодить детей, как бы, да, государство будет их воспитывать. В принципе, с точки зрения экономии, наверное, это даже выгодно, потому что каждая отдельная семья должна поднимать ребенка и начинать этот процесс, как бы, как бы, некого рода начала, как бы, и двигать к концу, как бы, и это, в всем этом процессе очень много всякого рода ступеней, да, где каждый родитель должен их пройти, да, и они потратятся много денег на одном месте, в другом, в третьем. А если это будет поставлено на поток, это как колхоз, да, вот разница между индивидуальным хозяйством и колхозом. То есть если объединить всех детей в некой рода детский сад, да, в некой рода, как бы, колхоз в кавычках, да, то там можно удешевить эту процедуру, да, там, как бы, и, как бы, автоматизировать, условно говоря, да, и можно воспитывать граждан, да, там, более успешно и более разумно. И вот я думаю, что общество современное на Западе, оно идёт к этому. И отсюда вот все вот эти вот проблемы там всякого рода, там, не классической семьи и прочее, это просто, на самом деле, второстепенные детали вот этого. Ну, граждане имеют право сходить с какого-то им нравится, да, семья как институт не нужен, дети, в принципе, да, у нас сейчас перенаселение на земле, да, дети тоже, как бы, почти не нужны там. То есть, в принципе, вот, атомизированное общество полностью распадается, и в этом проблема, как ни странно, да, основная, как мы говорили, структурная проблема состоит в том, что вот есть личность, да, которая представляет собой некую универсальную целостность, замкнутую целостность, да, самодостаточную, обладающую собственной истиной, собственным критерием, да, того, что правильно или неправильно. То есть, полностью замкнутую, как маленький мини-бок такой, да, и вот, вот эта вот сама идея личности, она разваливает вот социальное целое все больше, больше и больше, и чем дальше, тем будет больше разваливать. И, в принципе, на самом деле, раньше ведь как сплачивались отдельные государства? Они сплачивались за счет того, что, как бы, была некая общество языка, там, общество культуры, общество, как бы, построение семьи, там, каких-то ценностей, да, и вокруг этих ценностей складывались такие, как говорил Гегель, вот, сверх личности, индивиды, отдельные государства, которые на международной арене выступали, вот, как сверх личности, да, вот, которого есть там, условно говоря, ум, да, есть в виде правительства, там, и там, и министров, там, и чиновников, ну, и как бы, есть тело, там, в виде рабочих, которые, там, в этом государстве плодят ценности, там, материальные, там, и другие, там, культурные и прочее. То есть, вот, как бы, такая метафора такой сверх личности. И вот эти сверх личности на мировой арене, они тоже как-то соприкасаются, возникает международное право и прочее, да. Теперь же как получается? Теперь получается, что даже государственность как таковая все больше и больше рассыпается. Получится так, что, ну как мне кажется, что этот атомизм доведет до того, что земной шаг превратится просто вот даже не в одно государство, а просто в набор вот этих разных людей. То есть рассыпание, оно все больше и больше будет углубляться, оно в том числе и дойдет до того, что и сверхличности будут невозможны. Как можно создать сверхличности из-за таких атомизированных личностей, который каждый сам для себя является целостным миром, целостным мини-бомом, как мы говорим. Но никак, то есть, объединение будет таких личностей невозможно. То есть, получается, сама идея личности, она противоречит самой идее христианства. То есть, почему-то мы часто выходили на такие рубежи, что христианство – это прежде всего идея личности, но теперь получается, что вот эта вот идея, она развалит в том числе и даже возможность христианства. То есть, могут ли личности объединиться? Ты понимаешь, как это самое? То есть, фактичность, на самом деле, государстве. Нет, я хочу еще сказать, что все хорошо в мире. Без личности вообще христианство невозможно. Но любую вещь, если ее усилить очень многократно, может дойти до противоположности. Вот эти личности твои атомизированные, доведенные уже до полного абзаца, они уже, собственно, перестают быть личностями, они превращаются в нечто другое. Я пока не знаю, куда это там определение, но это уже не личность в классическом понимании этого слова. Это что-то другое. Это какие-то атомизированные люди, разорвавшие все связи вообще с другими людьми, разорвавшие преемственность поколений, разорвавшие вообще… Ну, все связи, какие только могут быть. В этом случае, я считаю, что жизнь будет невозможна, жизнь человеческого рода. Ну, как она будет невозможна, Валя? Я же говорю, как она будет возможна. Общность, как бы… Но если довести до абсурда. Это не абсурд, на самом деле. Это некого рода нереальность, которая просто просится. Везде человечество движется по пути наименьшего сопротивления. Ну, трудно воспитывать ребенка в каждой отдельной семье. Почему сейчас люди не рожают детей? Ну, потому что это хлопотно вообще, да, сложно, там, как бы, много времени на это тратится. Даже в свое время детсады придумали специально для того, чтобы человека освободить, как бы, от бремени ребенка, да, как бы, и дать возможность ему свободного времени. Так вот, если бы этот все-таки процесс продолжит до упора, может быть, надо вообще отказаться от воспитывания детей? Ну, это же, говорю, я не говорю вещи какие-то там вызывающие. Это же естественный путь. Естественный путь, как бы, да, который напрашивается. И из развития европейских цивилизованных стран следует, что все к этому идет. Понимаешь? Что все идет к тому, на самом деле, что не нужна будет никакая семья. То есть семья – это будет своего рода, в лучшем случае, как бы, некоторого рода гражданская ящейка. Понимаешь? И то, на самом деле, непонятно, зачем она нужна. Просто будут люди взрослые какие-то жить какой-то своей жизнью. А детей собираешь, и в детский сад, как бы, они своей жизнью живут. Это становится, как бы, полноценными гражданами и вливается в общество. Вот такой способ, знаешь, как бы, воспроизводство общества за счет, как бы, вот, общести детей. Тут смотри, на самом деле, вот есть некого рода проблема еще параллельная – разрушение традиции. Причем, как бы, она тоже имеет и позитивные моменты, и негативные. Позитивный момент она имеет то, что только с помощью разрушения традиции можно внедрить что-то новое. Потому что традиционно всегда, как бы, сопротивляется всякого рода новизне, всякого рода модернизаторству. Естественным способом. То есть, и эти, как его, ломательные машины, как его там, предъюнионы, как туда машины-то ломали там. Ну, то есть, ну, неважно, как бы, они же сопротивлялись, как бы, ну, может быть, и глупо там, но по-своему там, ну, как бы, они пытались вот остаться в рамках какой-то своей традиции, да, там. Точно так же и здесь. Может быть, семья – это нечто отживающее, да, и надо освободиться от нее, как бы, стряхнуть ее, как бы, да, она, в некотором отношении ведь семья мешает развитию общества. Это мы привыкли говорить о том, что семья, на самом деле, вот, она такая ячейка общества, что все основано на ней. Почему мы об этом привыкли говорить? У нас тут в традиционном обществе это так, что традиционно все начинается с семьи, как бы, и потом даже государство мыслится, как единая некого рода семья, понимаешь? Как бы, там, иногда, в метафоре семьи, понимаешь? Понимающее дело, пока существует семья. И даже христианство, понимаете, все, в общину в метафоре семьи. Пока существует семья, там, да, какие-то остатки родовых отношений, то есть родственников, человек все-таки в большей степени независим от, не в абсолютной степени, но в большей степени независим от государства, от власти, скажем. Как он независим, если на него можно повлиять? На него можно повлиять. Ну, как это очень… Ну, человек, который вообще оторван от любых корней, как бы, не связан, у него нет семьи, нет родственников, никого нету, он очень уязвимен. Почему? Он нет максимально свободы, он должен обеспечивать сохранность только самого себя, и все. Как он, наверное, это менее всего уязвимен. Если, допустим, у тебя есть дети, всегда можно надавить на тебя, как бы, ссылаясь на то, что будет детям как-то там плохо, и так далее. Есть жена у тебя, всегда можно, как бы, за жену, жену пригрозить, там, что-то с ней сделать, и так далее. Если у тебя никого нет, и ты отвечаешь только за себя. Ты как раз наоборот не прав. Наоборот, как бы узы вот эти семейные, родственные, это именно узы, понимаешь? Это узы, которые тебя сковывают. Это не значит, что это плохо, потому что они тебе одновременно и дают. То есть они много что тебе дают. Но они одновременно и сковывают. Мы за все везде платим. Никогда не бывает только позитив, одновременно всегда и негатив. Она везде всегда у рука об руку идет. В чем-то позитив, в чем-то негатив, и так во всем. Так вот, все-таки добираясь до этики, да, добра, о которой мы говорим. Просто я сразу скажу уже в дамке, как бы, просто я считаю, что вот эта атомизация общества, она приведет в царство Антихриста. Просто я пока не могу, как бы, обосновывать. Ну, Валя, понятно, как бы, ужасные слова, можно какие угодно придумать. Ты еще раз пойми, что в свое время, наверное, и машины тоже мыслились, как паровоз, наверное, какой-нибудь священник мог бы сказать, что это там, типа, машина дьявола, понимаешь? На нем ездить нельзя еще там, и прочее, и прочее. Телефоном нельзя пользоваться, понимаешь? И прочее. И даже до сих пор, ну, некоторые священники так говорят. Да, у них полный. Почему-то сотовым нельзя пользоваться, а по компьютерам... Прямо отвечают, прямо, ну, это в церкви. Да это, я еще раз говорю, что это же глупости. Понятное дело, что все это, как бы, попытка взглянуть на прогресс с позиции, что это что-то от дьявола, а это глупость. Просто есть некого рода неизбежность в жизни. Вы поймите, система, вот человеческая, человек живет системно, да? Как бы, вот, система человеческая, она к чему-то движется, независимо от того, хотят этого люди или не хотят. Есть некоторое родо движение. Мы не можем это движение остановить. Мы можем это, нам может это не нравится, да, там, что там карточки какие-то придумывают, там, чипами, там, еще там, паспорта какие-то, там, вот, специфические, там, с биометрией и прочее. Нам может, ну, это же просто прогресс, это, кстати, ничего никуда не деться. Как бы оно ни выглядело, как это, как говорят, там, эти, электронный концлагер, но, тем не менее, это неизбежность в жизни. На это надо смотреть, как ни на неизбежность. И рассматривать именно с этого позиции. Другое дело, на самом деле, что эта неизбежность, она говорит, помимо вот этих отрицательных моментов, которые нам не нравятся, она всегда имеет позитив. Ну, послушай, вот с этой атомизацией, да, доведенной до каких-то там абсолютных степеней, не потеряем ли мы любовь? Да, я и хотел сказать. Мы потеряем любовь, потому что негде будет научиться любви, не будет семьи. Где им, где им, может, будут научиться? Вы пойми, на самом деле, что, как ни странно, на самом деле, конечно же, наверное, бывает, ну, конечно же, есть людей, любовь между взрослыми людьми. Но если не будет вот этой любви, которая в лоне как бы семьи, мы говорим, даже христианство понимает общину, и заходя из метафоры семьи, то, возможно, вообще не будет понимания, что такое любовь. А что такое? Общество без любви – это общество без Бога. То есть, царство дьявола, царство антихриста. Не, ну, любовь будет же. Почему люди же будут сходиться в пары какие-то там? Пара и любовь. Это эротическая любовь. Ну, это понятно. Понятно, что эротическая любовь, какая-то любовь будет, все равно так нельзя сказать, что там не будет никакой любви. Просто вот та любовь, которая есть в семье, можно в кавычках взять, ее чистой любовью, где люди любят ни за что. Мать любит, за что любит своего сына там. Ну как бы ни за что. Конечно, продал я это на его продолжение, но... Если не будет семьи, то любви вот как в семье между мужем и женой, ее уже не будет. Просто сошлись по страстному желанию на полчаса, на час, на два часа. Наверное, по-разному будет. Я разошел. Будет, наверное, по-разному. Но сам факт состоит в том, что да, будет вот своего рода такой даже, можно сказать, семейный договор будет такой. А сейчас уже многие семьи тоже договариваются, да, там, сходятся через договор. То есть будет своего рода договор. На самом деле ведь и любые, и современные семьи это тоже договор. Вот там договор устный какой-то такой, это невысказанный. Но просто действительно, вот бытие как бы разных поколений в одной маленькой как бы семейной общине, оно позволяет там чему-то научиться. Да? Как бы второй раз пройти путь. Вот ты как бы один раз прошел путь от ребенка к взрослому состоянию, а потом ребенок у тебя рождается, второй раз проходишь этот путь вместе с ребенком. Это потому что, может, и третий проходишь, да, и каждый вот этот путь, он позволяет тебе что-то понять. Вот есть такое, все-таки ты правильно говоришь, что есть такая опасность, что с развалом семьи, как бы с уничтожением такого института, ну, уничтожением как? Он просто естественным образом отомрет, да? То, возможно, потеряется возможность вот этой христианской любви. Потому что христианская любовь, как мы говорили, и много об этом обсуждали, она все-таки походится на метафоре семьи. Просто та семья, которая останется, да, там уже она будет, это уже не настоящая семья, это, конечно, уже другое. То есть, это попал. Знаешь, вот как вот интересно бывает в истории, что вот слова как бы теряют свое значение, да? Это вот семья настоящая, та, которая и традиционная семья, по смыслу которой понимается сыновство, да, там и прочее, там, ну, как в христианстве понимается, что христиане должны объединиться в такую общину, которая представляет собой, является детьми Божьими, да, и жить как бы вот… Как братья и сестры. Да, как братья и сестры, да? И вот если как бы отмирает такая традиционная семья, то как тогда можно будет понимать христианскую общину как семью? То есть, в какой метафоре идет? То есть, здесь сам смысл семьи поменяется, если детей не будет. Но с другой стороны, слышу, что вот в хмиране этой семьи классической, возможно, кого-то и побудит на вот эту, собственно, христианскую семью. Потому что пока существует вот эта семья. Нет, просто тут что, проблем? Проблема теперь рассмотрим с этической стороны. Этической стороны, вот такие атомизированные индивиды вступают во взаимодействие, как мы говорили, на базе этики, на базе формальной этики, этики справедливости. Что получается? В чем основная замысел, смысл этики справедливости? Что каждый должен ограничить свою свободу, чтобы дать возможность быть свободе другого. Собственно, эту функцию выполняют законы. То есть, законы государства, они как бы просто и выполняют ту функцию, что ограничивают свободу каждого, чтобы дать возможность свободу каждому. То есть, как бы они согласуют все свободы таким способом, чтобы они не противоречили друг другу, и чтобы каждый мог спокойно жить в обществе. То есть, законы всегда, в обществе всегда есть законы совместного общежития. Они подразумевают, чтобы люди могли жить в едином неком пространстве, да, и не конфликтовать, а не пересекаться. Вот в этом состоит суть. Так вот, в атомизированном обществе тогда основным принципом жизни будет вот такая вот формальная этика, и высшим принципом нравственности станет вот такая справедливость. Да, то есть, справедливость состоящая в том, что ты не вмешиваешься в мои дела, я не буду вмешиваться в твои. Вот такая этическая правильность, да, каждый будет жить некой своей жизнью, и не вмешиваться в жизнь другого. То есть, это и есть, как бы, вот идеал вот этого атомизированного общества, да. То есть, мы уже не будем, может быть, даже бороться за права других людей. Зачем? Как бы, понимаешь, в каком-то смысле, эта атомизация, вот, идеологическое завершение атомизации будет состоять в том, что человек будет мечтать жить на необитаемом острове, чтобы вообще никаких людей не видеть. Это жить на необитаемом острове там, ну, как бы там, вот, с точки зрения этихческой, да, на необитаемом острове. Чтобы не надо было пересекаться с другими людьми, чтобы не надо было, там, как было, само себя ломать и прочее. То это будет мечта такая вот, как мне кажется, вот такого индивида атомизирована. И, в принципе, быть может, на самом деле, вот эти явления дауншифтинга, которые мы обсуждали, оно на том и нацелено. Что человек, находясь в некотором социальном, в некой плотной социальной среде, он не выдерживает его стремиться где-то у единицы, уйти куда-то на периферии, чтобы его только не трогали. Причем, опять же, этот дауншифтинг связан еще со своей стороны, что человек приобретает такую самоуверенность, что согласен бросить некое социальное положение, карьеру и все. Насколько уверен человек в себе и уходит куда-то там, непонятно, жить где-то там в Таинланде, на берегу какого-то там замусоренного пляжа. Я вообще этого не понимаю, если честно. Даже как-то, например, мне это недоступно, потому что это как-то страшно, не знаю. Ну, кому-то это доступно, насколько самоуверен стал человек, что любопытно. И вот общество вот так вот развалится, это дауншифтинг, это как бы верхи некий разваливание общества. Причем, заметьте, что вот границы начинают стираться. То есть, спокойно уезжает в Таиланд жить, когда такое было мыслимо-то. Ну, или там, не знаю, у американцев, наверное, там, в других странах, может быть, это уже давно существует, но в нашей стране так. То есть, так просто уехать туда-то за границу, там остаться, жить, тусоваться, непонятно, какой жизнью жить там. Ну, вот так вот. То есть, представим такую ситуацию, что общество вот так вот атомизируется, 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 собственно, да? Чему это приводит, как бы? Это приводит к тому, что само объединение людей, оно будет носить, как бы, характер, либо вынужденный, да, по нужде, либо характер, как бы, насилия, что ли. Зачем людям объединяться, если так хорошо? Посмотрим, как живут, допустим, зачем, как, почему вообще мы, люди, объединяемся? Ну, у нас есть, до сих пор есть некая нужда в друг друге, да, люди нуждаются в друг друге, там есть нужда материальная, есть нужда духовная, там, да, есть нужда и прочие нужды, там, детей надо воспитывать. Как бы, там, есть инстинкты и прочее. А если человеку все нормально, он живет один, ему все, его все устраивает. Вот я живу один, меня все устраивает. Зачем не с кем-то объединяться? Потому что, что значит объединять? Это означает себя ломать, подстраивать под этого другого, да? Это означает, как бы, менять свои принципы жизни, там, уклад своей жизни. Нет, с точки зрения рациональности совершенно нет. Вообще, да, вот, главное, вот этого перехода нет. Если есть причина, если есть потребность любить и быть любимым, тогда, конечно, появляется необходимость объединения. А с точки зрения рациональности, никакой необходимости в этом нет. Ведь, если будет обеспечена возможность, а в современном обществе она обеспечена, каждому отдельному человеку спокойно, как бы, самого себя сохранять, то есть, как бы, иметь жилье, иметь, там, элементарные какие-то блага, види, еды и прочее. Это все обеспечено. В принципе, как бы, сейчас безопасность на земном шаре тоже более-менее обеспечена. Человек, то есть, может, приехать в любую страну, в принципе, там существует некого рода общество, там, полиция существует, некого рода законы действуют, да? Как бы, люди, ну, нет произвола такого, что тебя схватят там и просто так убьют, да? Если ты соблюдаешь все это, в принципе, тебя никто не трогает. То есть, все те самые блага, да, для того, чтобы существовал отдельный индивид, они сейчас в минимальной степени обеспечены. И что заставить людей объединиться в христианское общение? Понимаешь, на самом деле, все идет к тому, что христианство будет, как таковое, объединение, возможно, так все приведет к тому, что оно станет невозможным. Просто в силу самой логики процесса. Ты не думаешь о том, что всегда будут люди, которых будет некая потребность любить? Я, наверное, об этом думаю. Просто я, к чему, я же начал с того, что если институт семьи будет, как бы, уничтожен, ну, естественным образом, точнее так, он будет не уничтожен, в буквальном смысле, а он просто вымрет, да? Как институт. То есть, он просто перестанет быть тем институтом, который традиционно скреплял общество. Любое общество базируется на институте семьи. Я готов с тобой согласиться только в одном. Если он просто стоит атомизированным обществом. То есть, христианство, семья и любовь уходят на задворки. Нет, просто, а с падением такого института, как себя, как мы будем доказывать, и как вообще этика добра сама может себя обосновывать? Если каждый человек будет считать, что вы меня не трогаете, я вас трогать не буду. Мне и так хорошо, я обеспечен, я накормлен, у меня есть крыша, мне ничего от вас не надо. Мне неплохо. А ты помнишь логику, куда вообще приводит закон, в конечном счете? Ты пойми, Валя, у нас же логика... Как только мы отказываемся от семьи, христианства и любви, у нас остается только закон. Только формальное объединение. И совершенствование это формальное объединение куда направлено? Да ты не понял, Санглеваля? Я же имею в виду, что человек будет творчеством, он будет заниматься своим, в кавычках, дауншифтингом, кто-то там будет плавать. Добра вообще не останется. Почему? Добро формальное останется. Нет, формальное добро останется. Какие-то люди будут сходиться на некоторое время, расходиться. Не нужна будет никакая христианская община. Мы же говорили о том, что этику добра можно реализовать в рамках какого-то рода общины. Почему? Потому что люди друг друга знают, они благодаря совместной опыту и совместной жизни могут организоваться и научиться жить в добре. Ведь это надо научиться конкретности добра жить. Надо понять, как это другого человека, понять его конкретность, что ему нужно, что для него польза и так далее. То есть, понимая это, ты постепенно научаешься жить в конкретности добра. А если сама возможность общины перестанет быть возможной, почему? Потому что само институт, который порождает необходимость общины, то есть институт семьи, на который мы смотрим как на метафору и понимаем, что вот люди живут в семье, и это правильно. Такого института не будет выродиться. Ну, либо как бы так, естественным образом отомрет. На что нам смотреть будет, чтобы понять, что вот это правильная жизнь? Мы будем видеть, что каждый человек-индивид и живет отдельно, ему хорошо. Медицина обеспечивает достаточно здоровое существование, достаточно дешевая еда, какой-то минимальный блага. Неужели не найдет себе крышу над головой, одежду, которая сейчас стоит просто мелочи. Какая-то минимальная работа, чтобы только обеспечить себя и все. Зачем ему вдаваться в какие-то еще более сложные системы? Вот физики, например, смотри. Система объединяется в более сложную конфигурацию только благодаря некому насилию. Или в биологии, допустим. Система становится более развитой, более сложной. Я не знаю, благодаря чему это вдруг возникает. Но там можно додумывать. Благодаря тому, что внешние условия среды все-таки диктуют, или методом перебора добивается определенного рода конфигурация, кажется, оптимальной. Но там везде действуют внешние некие законы, которые заставляют вещество или биоорганизмы усложнять свою структуру. А вот человек уже, я готовый индивид, я полностью самодостаточный. Но что заставит меня, я разумный, объединяться в какую-то структуру сложную? Зачем? Если я не буду видеть изначально никакого понимания, не буду видеть выгоды в этом, энергетические выгоды. Да, могу ответить, что заставит. Просто ты же сейчас рассматриваешь в отрыве, а надо смотреть всю систему в целом, в совокупности. Так вот, когда мы оказываемся в этом обществе, которое полностью иудаистское, полностью формальное, законическое... Только не иудаистское. Иудаистское общество объединено из нужды. Законическое, да, не иудаистское. Законическое общество формальное. Все отношения между людьми начинают носить чисто формальный характер. Нет, ну почему? Локально почему? Они могут локально быть и неформальными. Ну а где они научатся-то этому? Так они научатся этому семью. Нет, ну как... Еще раз... А у тебя сменится 2-3 поколения. Валя, давай как бы все-таки не абстрактно разговаривать. Люди все равно будут общаться, у них будет совместный опыт, и в этом опыте будет проявляться то, что мы называем эти катабры. Она будет проявляться. Неизбежно. Вопрос же не в этом состоит. Вопрос состоит в том, почему надо вот этот опыт воспалять и считать, что это единственный правильный опыт жизни. А опыт как бы индивидуального существования, отделенного как бы, атомизированного, он почему-то чем-то плох. Понимаешь, человек может иногда жить атомизированно, иногда вступать в какие-то объединения, потом опять уходить атомизированно. То есть, почему христианская община, как бы, христианская община понимается как некого рода цель идеальной жизни. Мы живем в христианской общине и понимаем, что именно только такая община поднимается к Богу. Христианская община. Ты мне покажи, куда эта личность сможет развиться дальше. Я вот настаиваю на том, что личность вот в этих условиях будет разрушаться. Я тоже считаю, что личность, на самом деле, она разрушает некое уже достигнутое целое в виде общества. Вот наше общество состоит из неких целостностей. Семья, какие-то организации, какие-то партии, какие-то отдельные народы, род, кланы и прочее. То есть, существуют какие-то организации, вот они вот встроенные, да, такие, как бы, как маленькие сверхличности, там, разного уровня. А представьте себе, что вот эту вот, всю вот эту иерархию, всю эту, как бы, вот, многосложность, да, социального целого, вот эта вот гражданственность, да, как бы, отрицает. Ведь она гражданственность, она ведь говорит, я, говорит, невзирая на то, какой ты национальности, там, это, какой ты культуры, там, кто ты там, мужчины и женщины и прочее. Да, некого, нет, есть некая идея гражданственности, которая сейчас побеждает. Она в буквальном смысле побеждает. То есть, человек, прежде всего, гражданин, а потом уже все остальное. И вот эта идея гражданственности, она приводит к тому, что общество все больше и больше атомизируется, стирается всякого рода культурно и прочее различие. Не в нашей стране. В нашей стране, может быть, в меньшей степени, хотя это тоже процесс идет. Прежде всего, в Европе там, да. Хотя там есть противопротивоявления, есть сопротивление, но тем не менее, вроде на это смотришь, как бы, да. В свое время я удивлялся, что вообще такие есть люди черные, негры. А теперь вроде в само собой разумеется, что некоторые люди черные. Уже не возникает никакой такой внутренней диссонанса. Я не к тому говорю, что я негров не люблю, а к тому говорю, что вот эти различия постепенно все стирается. Не важно, какой национальности, какой расы, как он выглядит, китайцы, он еще как-то там. Все это становится, все стирается, нивелируется. А к чему все это приводит? Приводит к тому, что единицей значащей будет вот эта вот личность, да, гражданственная. Которая не будет никаких, как ты говоришь, корней. И непонятно, почему она вдруг захочет, как бы, эти корни сохранять. Ради чего? Если еще институт Сибири подточить, если, как бы, вот эти вот все организации, они постепенно, вот все эти способы объединения, они будут разрушаться, как мне кажется. Потому что, если превалирует идея вот этой гражданственности, да, вот этого идеи, атомизированной идеи личности, то постепенно все это будет развалиться, развалиться, развалиться и приведет к тому, что вообще ничего не будет традиционного. Вот будет некоторого рода вот такая, ну, это все, как бы, конечно, такие мысли нечеткие, да, это такие в виде интуиции. Будет вот некоторого рода индивид, да, который будет вбирать в себе многообразие знаний, там, умений, опыта и прочее, которые будут основываться исключительно на себе. Никакая традиция ему будет не указ. Понимаешь, никакие авторитеты для него ничего значить не будут, да. Он будет просто знать только себя. То есть, вот это нетрадиционное. В традиционном обществе не так. В традиционном обществе все-таки существуют авторитеты, предания существуют, традиции существуют, некоторого рода есть вот культура, да, как бы, вот, есть там традиционные ценности, как говорят. А тут не будет ничего такого, да. Некое скрепляющее начало в виде гражданственности будет, и соблюдение законов будет обязательным требованием. Но, тем не менее, все остальное, как бы, будет отдано тебе на отрубку. Как хочешь, так и живет. Тем более, сейчас вот все вот эти вот скандалы, там, вся курова. Где власть-то останется все равно. Ну, естественно, я же говорю про гражданственность. Я же говорю, вот, гражданственность, вот, та самая идея, которая уничтожает все. Она именно, но ведь гражданственность не сама по себе существует, она не внешняя идея. Это идея личности. Личности объединяются друг к другу на основе формальной этики. Выражение формальной этики является что? Законы. Эти законы вырастают, как бы, в законы государства. Все. То есть, формальная этика, она осуществлена в государстве. Об этом и Кант говорит тоже, да, в неком законодательстве. Вот, в конце концов, это законодательство, оно будет найдено, да, там, как бы, доведено до некого там совершенства, более-менее, естественно, да. И все, ничего не надо будет. У себя, как бы, нравственность, она будет покояться на том, соблюдаешь законы государства, ты уже по факту нравственно. То есть, быть, как бы, соблюдать законы и быть нравственным будет одно и то же. Сейчас у нас это не так, потому что мы понимаем, что вот добро должно быть конкретным, там, это интуитивно, это понимаем. Что недостаточно соблюсти закон, потому что закон может противоречить нравственности. То, что, может, ты соблюдаешь закон, там, человека убивает, а ты решил, что нельзя убивать. Ты соблюдаешь закон, но на самом деле в этом соблюдении закона даешь возможность совершиться злотом. Понимаешь? То есть ты и наносишь вред. Ну, там много можно придумать примеров, где соблюдение закона, мы же об этом говорим, приводит к вреду или козлу. И поэтому именно христианство ведь тоже на этом основывается. Оно говорит о том, что вот такая гражданственность, или вообще говоря, законничество, оно несовершенно, что надо двигаться дальше. Но вот это движение сейчас останавливается, в обратную сторону движется. Но это, говорю, это мои интуиции такие, как бы незрелые, может быть, да, я пытаюсь сообщить просто, что как бы мне видится. Что вот этика добра, вот той, о которой мы говорим, да, она на самом деле, иначе говоря, христианская этика, да, она просто становится в современных условиях невозможной. Не только со стороны того, что она, конечно, отдельно, локально она возможна. А то, что как бы в условиях все больше меняется в ту сторону, что со временем, возможно, даже такое объединение, как семья, ну, там, расширенного рода, вида семьи, да, будет тоже невозможной. Потому что не будет той метафоры, не будет понятной метафоры семьи. Она не будет понятна, что такое семья, как это в семье люди живут. Потому что люди будут жить, как атомы, там, сходиться, расходиться, как-то вот так, хаотически. И идея гражданственности возобладает, и все, как бы, и это будет, как бы, некоторого рода равновесие достигнутое. И говоря уже о том, что ведь, мы сколько раз говорили, что вот это объединение христианское, оно ведь многосложное. Но ведь требует, действительно, некоторого героизма и самоотверженности. А быть атомом просто таким, отрезанным, ломать, он ничего, никакой героизма, никакой самоотверженности не надо. Это просто по факту того, что ты здесь сидишь, ты уже гражданин, понимаешь, ничего не делая. Остается только уповать, что будут люди, которые в этих условиях, которые захотят, захотят... Да, которые захотят почему-то, да, подняться на более сложный уровень организации, более... Так вообще жизнь устроена, она всегда стремится к совершенству. Ну, видишь, у тебя опять упование на некого рода инстинкт. Нет, просто Бог движет. Вопрос ведь шел о том, что мы хотели построить, мы хотели понять, как можно построить христианскую общину, как сверхличность. Только свободно. Но на основе, не на основе как бы внешнего насилия, как в древнем. В древности ведь тоже объединялись люди, на основе некоторых требований внешнего выживания. А вот как можно построить свободно, как можно построить общину христианскую, свободных людей, которые как бы сознательно... То есть, как свободно? Только сознательно, значит, они могут объединиться для чего-то, ради какой-то там цели. И будет почему-то героически вот это, жить в совместной общине. Здесь есть одна очень уместная статическая аналогия Римской империи. И ведь в Риме тоже была идея гражданственности. Но люди почему-то захотели любви. Они так устали от того зла, которое это формальное законничество приносило. Валя, видишь, я тут... Тем не менее, как ты сам понимаешь, прекрасно мы об этом говорили, эти два региона, законы и христианская этика, конкретность добра, они идут параллельно. Никуда закон все равно не делся. И для нас римское государство во многом, и римское право является примером, в принципе, гражданственности и права. Таким. То есть, образцовым примером. Я же ничего против этого... Государство никуда не денется, надо это понимать. Понимаешь, я имею в виду, может быть, просто формы они будут иметь другие, но гражданственность, как она есть, она будет... Что в Древнем Риме погудило людей поверить во Христа? Что? Можешь ответить на этот вопрос? Я могу, но я хочу... Подожди, подожди, подожди. Еще это надо различать нас, мы же говорили об этом, что есть некое первоначальное христианство, и его идея одна. И государственные религии, это идея другая. Когда нечто становится государственной религией, людям деваться некуда. Если они не становятся христианами, им просто не устроятся на работу, там, прочее, 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 всякие репрессии. Я не имею в виду в Древнем Языческом Риме, что побуждало людей в массовом порядке становиться христианами. Что их побуждало в Языческом Риме? Никогда христианство стало государственным идеологом, а в момент, когда вот сразу после Христа. А что, они увидели в этом истину? Ну, это хорошо, но ты же вопрос как поставил, что где та, как бы, парадигма, или не знаю, как сказать, которая заставит... Ну, парадигма, где та необходимость, которая заставит людей объединиться. Ты пойми, на самом деле, я подозреваю, что... Что это за новая необходимость? Я тебе хочу указать, что эта необходимость, как бы, вот, всю эту картину, которую ты сейчас нарисовал, вся эта картина только в меньшем масштабе, не с такими глубокими последствиями, она проигрывалась уже в истории, в истории Древнего Рима языческого. И выплеск из нее был именно христианский выход. И я думаю, что вот как раз сейчас, на новом уровне, все это повторится вновь. Но чтобы увидеть и понять эти тенденции, надо вот взглянуть. Пытаться понять... Только одно, мне кажется, не учитываешь. Моя точка зрения, что в Риме христианство победило именно потому, что очень мало места оставалось для этики добра. Понимаешь? Очень мало места вообще для добра как такового оставалось. Мир становился очень злым. А люди хотели... А люди всегда хотят, как бы, другой жизни. Валя, это, конечно, понятно. У тебя некоторые романтические какие-то исторические экскурсы. На самом деле, сама идея христианства, как мы теперь можем сказать, она выражается в том, что есть некоторое родо противление тому, что дает закон, что закон недостаточен. И что, как бы, дает, на самом деле, конкретной жизни. То есть, конкретности жизни, может быть, иногда надо и закон нарушить. И то, что Христос ходит, как бы, и нарушает какие-то заповеди и законы, но этим показывает, что закон, на самом деле, несовершен, что это не предел, как бы, возможностей, да, что может двигаться дальше, совершенствованием. Вот, как бы, идея христианства, если ее брать уже не в религиозном аспекте, а в аспекте общественном, социальном. И то, что люди увидели, действительно, что вот недостаточно просто, как бы, соблюдать как-то вот внешне, да, вот соблюдать некоторый рода ритуал, заповеди, там, принципы, там, не знаю, там, законы. А что надо какой-то и внутри положить. Подожди, подожди, вот, положить и внутри положить себя некоторого рода правильность. Надо не только быть правильным на людях, но и внутри быть правильным, да. Вот некая вот эта внутренность, да, появилась эта внутренность, внутренний человек. Об этом говорит христианик, это вот по внутреннему человеку, по внешнему человеку я один, по внутреннему человеку, вот, я другой. По ветхому, по ветхой жизни я один, там, по, это, по истинному жизни я другой, там. Понимаешь, то есть, это и есть личность, так личность рождалась. Вот, когда возникла внутренняя, это и есть личность. Личность так и возникла. есть личность водиква как внутренний мир. Понимаешь, как микрокосм появился, человек стал микрокосмом по отношению к макрокосму и прочее. Эта личность вылупилась таким образом. И вот эту истину увидели люди, что действительно у них есть внутренняя жизнь своя, и что это внутренняя духовность какая-то, вот это внутреннее есть. Я понял, а в твоем-то атомарном обществе? А в атомарном обществе... Там эта личность начнёт упраздняться? Нет, а теперь в атомарном обществе никакая личность упраздняться не начнёт. Это вот мир стал уже настолько сильным, окрепшим. Тогда это были какие-то раски, какой-то там зачаток. И люди просто видя этот зачаток, просто как чудо, на чудо это взирали. Понимаешь? Для них вот это вот, что у них как раз есть внутреннее, это было чудо. И что именно этим внутренним они с Богом соотносятся, что Бог внутри вас. Для них это было как бы откровение. А теперь уже для нас какое-то откровение. У нас теперь внутри не то, что там маленький кусочек какой-то своего, у нас целый огромный мир. Понимаешь, после субъективизма и философии Канта, Гегеля и прочего, мы уже не сомневаемся, что человек это просто всё. Это весь космос, это и есть человек. Глаза я закрываю, как бы вместе со мной весь мир умирает. Понимаешь? Что я даже, что я как бы на самом деле вообще как бы целая Вселенная стал целый Бог. Понимаешь? Вот до чего эта идея доросла личности. Что каждый отдельный человек стал для себя Богом. Он всё. Он начало и конец. Понимаешь, альфа и омега. И зачем ему тогда нужно всё это внешне? Зачем? В принципе, зачем? То есть, личность достигла некого в своём развитии достигла некоторого рода предела. Да, вот такого. Дальше двигаться некуда. Все мы стали Богами. Каждый из нас для себя сам истинный путь и жизнь. И что? Вот мы достигли предела. Этот предел с внешней стороны образуется тем способом, что социальность разваливается. Потому что раньше социальность держалась на каких-то скрепах. Кромно родственных скрепах держалась там. Сейчас она там держится на государственных скрепах. Но тем не менее, всегда считалось, что эти государственные скрепы скрепляются вот этим... неким гражданским обществом. Было некое понятие гражданского общества. А сейчас что? Сейчас как бы просто вот есть некоторого рода атомизированное общество. Есть ли оно вообще... является ли оно вообще обществом? Просто некое уродное там собрание многих людей. Не, такова идея. На самом деле, общество, конечно, остается в своем бытии, общество остается естественно целостным. Но как бы вот сама идея личности, как она там, это общество. Есть некого рода общественный договор. Люди собрались, поболтали и договорились. Давайте будем жить вместе. И на основе каких принципов? Вот договорились на основе таких. То есть вот этот пример понимания общества как общественный договор, это тот самый пример, когда личности совместно объединились, как бы договорились и живут. Хотя могли бы взять и разъединиться, и жить отдельно. Ну, типа, из целей безопасности и совместного общежития, как бы, они договорились жить по законам. И соблюдать законы. Совместно. Вот такое гражданское общество. Так вот, вопрос состоит в том, в этом гражданском обществе как возможно христианство? Где вот идея произрастает? Понимаешь, не надо мне говорить, что она возможна, отдельные героические индивиды что-то там соберутся, объединяться и будут жить в любви. А, конечно, это возможно в любом случае, и всегда. Вопрос в том, где вот будут истоки, причем не необходимости, а вот некого рода идеи, которая заставит их объединиться. Раньше была идея семьи, некой правильной жизни в виде семьи. А ты представь, куда вот это формальное государство мировое будет двигаться? Куда оно будет эволюционировать? Куда ему двигаться-то? Ему некуда двигаться. Валя, ты всегда почему-то считаешь, что если ты не видишь, куда двигаться чему-то, то на самом деле никакого дальнейшего движения нет. Я еще раз говорю, общество как система, точнее, человечество как система, оно куда-то движется, независимо, хотим мы этого или не хотим. Что-то происходит, что-то меняется. Вот раньше, допустим, немыслима была та возможность связи, которая сейчас. Теперь у каждого человека отдельный сотовый телефон, а то и два, и три и прочее. И мы можем связаться в любую секунду с другим человеком. Часто, то есть телефон стал нормой жизни. Такое было немыслимо. Также мы просто не знаем, где прорвет, понимаешь, где еще какие-то возможности вдруг возникнут. Другое дело, что на самом деле все развитие техники ведет к тому, на самом деле, что отдельному человеку ничего не надо будет. Может быть, даже ему не нужно будет ни гражданство, ему не нужно будет отдельный дом. Но у него будет, как вот об этом пишут эти футуристы, что будут у него там вот эти все мини-гаджеты, разные на все случаи жизни, он с интернетом будет связан своим банком, который где-то непонятно находится. В любом месте может находиться. У него будет интернет-сайт, непонятно тоже где находится. И сам он будет жить непонятно где. Понимаешь? То есть он, имея вот эти все маленькие приборы, будет иметь возможность со всем миром общаться в любой точке, делать какие-нибудь дела свои, операции и прочее. То есть на самом деле вот эта вот миниатюризация техники, она ведет и к тому, что все больше и больше обеспечивается возможность человеку быть одному. И быть комфортно, как бы замечательно, если надо даже связываться и прочее. Я просто не знаю, на самом деле, существует ли такой капитальный инстинкт, который заставляет людей все-таки объединяться. Нет такого инстинкта. Нет такого инстинкта. Я тоже так думаю. И то, что вот в последнее время постоянно, вот мы же постоянно дискутировали об эгоизме. А эгоизм, он говорит о том, что если ты живешь и все у тебя хорошо, зачем ты будешь себя ввергать какие-то обстоятельства, с кем-то связываться, непонятно с каким успехом. И зачем ты будешь свой эгоизм ломать под другого человека? Зачем? Вот где те, неважно, необходимости, какие-то доводы, какие-то... Ну, а не творчество, например. Вот, ради творчества, опять же. Ты, как бы, если посмотришь на творчество, то всякий раз творчество это всегда дело одного человека. Нет, сейчас это не так. Ну, как не так? Ты посмотри любое творчество. Коллективные авторы, там, все такое. Ну, потому что эти коллективные авторы, это на самом деле не творчество, это ремесленный процесс. Как раз в творчестве не может быть коллективных авторов. Это ремесленный процесс, где надо на гора выдавать ли это произведение. Чтобы их быстро выдавать, как бы каждый занимается своим специфическим делом. Локально, как бы, у каждого слоя, конечно, отдельное творчество, но в целом, как бы, многоавторность – это, на самом деле, процесс просто производства, а не процесс творчества. Не в необходимости никакой не будет ни в этике добра, ни в любви, ни в объединении вообще. Не, просто, если вот в том пессимизме находиться, а мы сейчас сегодня в каком-то пессимистическом настроении, то этика добра, она не нужна, хотя она обоснована, понимаешь. И единственный путь, как бы, возможно, к какому-то светлому будущему, к каким-то новым степеням взаимообщения людей, но, тем не менее, как вот на этот путь можно вывести из современного атомизированного общества, вообще не видно. Вот не видно… Можно пожаловать муравейник, вот что ты говоришь. Не, ну его просто… понимаешь, вот можно говорить сколько угодно о каких-то замечательных вещах, без того, чтобы обсуждать, как это возможно. Вот есть христианство, да, христианство говорит, об обожении человека, это все, конечно, здорово, но как это возможно, не очень понятно. Так вот, мы же все-таки, опять же, говорили об реализации этики. Вот у нас есть некого рода идея этой этики, да, там, этика добра, христианство. Как она может быть реализована в конкретности современного общества? Понимаешь, вот в чем проблема состоит. Вот, например, вот собрались люди в монастырь, да, и живут в монастыре и пытаются реализовать какую-то свою этику. Ты думаешь, им дадут жить, что ли? Туда вмешается государство, всех разведет там, как бы, да, там… Как вот… Государство разрушает семью. Ты думаешь, государство не разрушит, как бы, общину такую, которая для нее большую угрозу представляет, чем семья? Понимаешь? То есть, на самом деле, больше трех не собираться там. И все. Простая-простая тема, старая, как мир там. Потому что, не дай Боже, в этой общине там что-то вырастет. Понимаешь? Это же нечто иное. Ну, это… Ну, это я уже, как бы, такие уже идеи. Само… Нам даже не важно, что есть государство, которое мешает этому. Даже если бы оно не мешало. Вот где те, как бы, стимулы, где вот те внутренние причины, по которым люди вдруг, как бы, увидят, что вот это истина, и надо в этой истине жить. Ну, помимо, естественно, как бы, религиозной. Мы еще до сих пор все-таки живем в обществе более-менее традиционном. Да, и у нас еще вот эти скрепы дарят, вот эти социальные существуют. Может быть, это не одна какая-то причина, может, это комплекс целых причин. Понимаешь? Комплекс причин. Это как бы и сохранение свободы, это и сохранение личности, это и возможность реализовать… Но все-таки мы считаем… Подожди, еще раз. Вот ты про личность сказал. Ты считаешь, что все-таки личность должна сохраниться. Потому что другой исход, да, вот этого пессимия состоит в том, что надо как-то кончать с личностью. Как-то вот этот концепт как-то ломать. Допустим, говорить о том, что никакой личности нет, как бы, да, и что вот как об этом… Об этом, например, говорит шизоанализ, да. То есть личности, проще вот такие, субъект… Что такое шизоанализ? Ну, есть такое как бы направление там… Он такой полуфилософское, полупсихоаналитическое такое. Но оно, скорее, на самом деле философское, потому что практики как таковой у него нету. Так вот, в этой практике как бы говорится о том, что субъект, да, вот каждый из нас чувствует себя субъектом. Что это, на самом деле, есть вопрос учреждения. И если мы понимаем это, что это только учреждение, то, может быть, можно это учреждение как-то по-другому перестроить. Может быть, можно как-то… Человек, на самом деле, быть может, можно понять, как многосубъектное существо. То есть, как множественность некую, да, там… Как вот… У них это выражается в том, что вот есть такие машины желания, да. Там, как бы, человек, как бы, это… Встроен, как бы, в социальное целое, и социальное целое работает как машина, как производство. И каждый отдельный человек, как маленькая машинка, тоже работает внутри этой большой машинки, да. Вот машины в машинах встроены, как бы, и они как-то там функционируют. Ну, то есть, во всём этом видится что, как бы, вот некоторого рода идея личности, она ломается. Потому что, если всё машинизм, да, то, как бы, личность не может претендовать на то, что она, там, как бы, является чем-то целым, там, универсальным, там, самодостаточным и так далее, и так далее. Тогда человек представляет собой вот это вот, как мы говорили, недостаточное существо, да, там, частичное. То есть, он просто… То есть, условно говоря, мы, конечно, по границам своего тела видим, что мы, как бы, отделены, да, от всего, да, и вроде мы там самодостаточны и самооценны. Но, на самом деле, мы, если мы понимаем, если мы вдумаемся в вопрос, то мы, на самом деле, только пространственно отделены, а фактически встроены, да, вот, некого рода собственством, которое вокруг нас окружает, вот, на котором мы спроектированы, да, и благодаря которому, мы, вообще говоря, существуем так, как мы существуем. То есть, и материально, и духовно, да, то есть, мы как бы, собственно, постоянно находимся в этом обмене, да, и только иллюзии, только иллюзорно можно считать, что мы какие-то отделенные. На самом деле, мы, как бы, встроены в него. Вот мы частичные какие-то. И мы существуем, как вот, только вот в этом единстве. И мы говорили, что даже любое общество, даже наше атомизированное общество, современное, скажем, европейское общество, оно все равно, на самом деле, так устроено. То есть, оно все равно цельное. Другое дело, что внутри вот этой цельности просто расклад теперь другой. Там был один какой-то расклад, там была семья, там, организующим неким принципом, да, через который все остальное выстраивалось там. А теперь, как бы, возить некие другие функции. То есть, теперь это общество выстраивается, как вот, как гражданское общество, да, там, где каждый отдельный гражданин, и ребенок уже гражданин, все граждане, там. И взаимоотношения граждан, да, вот, он превалирует, надо, взаимоотношениями некими, взаимоотношениями внутри каких-то структур, типа семьи. Так же и человек, понимаешь, он, на самом деле, вот, стройный такой, да, и вот, у него есть, конечно, понимание себя как субъекта, но, на самом деле, это вот, некого рода иллюзия. Да, вот, иллюзия, мы, как бы, себя присвоили. Помнишь, мы говорили о том, что человек приобретает свободу, в том смысле, что он, как бы, приобретает собственность над самим собой. Он принадлежал роду, да, и, как бы, был обязан роду. У него был долг перед родом, там, вот, он должен на него, на этот род работать, как бы, его представлять, его дальше, как бы, воспроизводить, там, в детях и так далее. И вот, постепенно этот долг все уменьшается, уменьшается, человек, как бы, себя отделяет из рода, да, как бы, и овладевает собой. И когда, и что такое собственность, да? Собственность – это продолжение вот этого, я владею собой, я владею своими способностями. И отсюда следует, что я могу использовать эти способности и завладеть тем, что вокруг меня, да, участок какой-то обработать, там, ну, что-то производить, да, что у меня есть какие-то способности, я эти способности могу использовать и как-то наращивать свое богатство. И возникает то, что называется собственность вокруг меня. То есть у меня есть органическое тело в моем собственности, и есть, как бы, неорганическая в моем собственности, как бы, в виде вот вещей. Вот так вот возникает то, что у нас современное общество. Почему собственность разделилась и появилась неравенца? Потому что естественным образом разные люди имеют разные способности, разные возможности, разный старт. Один сильнее, а другой хилее, один умнее, другой глупее, один здоровее и так далее. Из-за разного старта возникает постепенно… У кого-то везет в накопление, кому-то не везет. Кто-то рискнул, не получилось, кто-то рискнул, получилось. Вот такой неравномерность возникает в развитии, и постепенно разваливается на то, что неравенство в собственности возникает. Но, тем не менее, это естественный процесс развития личности. То есть, собственность, личность – это самопринадлежность себе, и ты есть личность. То есть, личность – это такое универсальное существо, которое само себе принадлежит. Так же и здесь. То есть, если мы эту концепту… Надо этот концепт развалить. Каким образом? Что ты себе не принадлежишь. То есть, или принадлежишь себе частично. То есть, ты, конечно же, получаешь некие блага от того, что ты владеешь своим телом. Ты должен сохраниться вот этот долг. Сейчас вот как бы все к чему сводится? Это всего к тому, что долга никакого нет. Ну, у нас минимальный долг остался, типа в армии надо служить там. Что там, что там, голосовать надо ходить там. Ну, как бы, в принципе, на тебя никакого давления нет. Делай с чем хочешь. Когда он шифтер, чем занимается? Они вообще, у них такое представление о том, что никакого долга перед общественным у них нет. Что хочу, то и ворочу. Сейчас захочу, я там, допустим, какой-то дипломированный врач или какой-то специалист, там, типа, общество меня долго готовило, там, бесплатное образование, там, бесплатная медицина, там, и прочее, прочее, прочее. То есть на меня возлагал какие-то надежды, да я, типа, а, там, пошли вы все, и уехал куда-то там, и все. И мне как бы не колышет, как вы там будете жить. Да, или там, например, одно общество американское говорит, а ребята там из другого общества, например, из нашего, ученые, давайте к нам, мы вам тут больше заплатим, смотрите, как у нас тут здорово. То есть из нашего общества все умные, это головы, светлые, как бы переедут другого общества, и наше общество, естественно, мы будем захереить. Ведь так общество и живет, оно уже не может надеяться на то, что каждый отдельный гражданин, этот член общества будет прям выдающимся. Есть какие-то отдельные выдающиеся, им повезло, да, вот они смогли попасть в систему, они были воспитаны, они смогли стать ученым. И получается, что когда мы воспитываем ученым в обществе, то ведь на самом деле это не только вклад самого этого человека, да, его труд там, как бы там, А на самом деле это вклад общества Общество в него вкладывало, чтобы он стал таким А теперь получается, что это вроде как бы его собственность Он там приобрел знания, приобрел умения Он сам себе владеет, личность ведь такова И что хочет теперь с этой своей собственности Как хочет, так и поступает Поедет там, где лучше живется То есть там какие-то такие цивилизованные страны Опять же, наше общество развалится То есть везде, как ни посмотришь Везде вот эта идея личности дает сбою Понимаешь? Как-то надо вот с нею быть Понимаешь? Может быть как бы через слом эту идею Чтобы ее сломать, идею можно единственным способом Потому что идея-то она вечная Только надо другой концепт предложить И на основе этого концепта рассуждать И этот концепт должен как бы опять же закрепиться Вот как идея Например, сейчас идея личности закрепилась в голове любого человека Кого ни возьмись, дерни У него везде и вон везде личность Он себе принадлежит Он ничем никому не обязан Он такой самодостаточный У него целая вселенная Это в душе Он микромир такой Даже были такой, я не помню Писатель такой Алеша был Вот он удивлялся Лежит какой-то алкаш на дороге в грязной луже А ведь он целый мир Внутри него Какая огромная личность стоится И так далее Но вот Чтобы до такого маразма-то не доходить Понимаешь Нужно как бы все-таки Вот как-то все-таки Эта идея личности продумать Это Как-то с ней быть Но чего бояться в этом случае Бояться того, на самом деле Что с идеей личности Похоронят как бы идею равенства То есть вот как бы Вот возникнет Некого рода новый фашизм Такой Потому что на основе идеи личности И что мы все личности Мы равны в свободе Да Она основана на том Что как бы существует гражданское общество Где люди равны И формальный этик в том числе Если как бы вдруг выяснится на самом деле Что идея личности Может как-то подправить То может случиться так Что подправят ее так Что почему-то одни более равные Чем другие Да И в принципе такие вот фашистские идеи Они постоянно всплывают Да Что вот одни благородные какие-то Там у них голубая кровь А другие какие-то там черномазые Там как бы Какие-то там Как-то Сколько говоря мусорные Да Там как бы Просто как Какая-то там нечица То есть одни как бы Золотой миллиард А другие это все вроде Какой-то там навоз Вот в чем проблема состоит То есть надо пройти Как-то вот между Сылой и Харибдой С одной стороны Остаться все-таки В лоне Вот этой формальной свободы Потому что формальная свобода Это необходимый фундамент Для того чтобы вообще Общество существовало С другой стороны Все-таки вот идея Личности Она на самом деле Как мне кажется Это один из вариантов Кстати решения вопроса Должна быть как-то Демонтирована Но таким способом Чтобы вместо нее Была другая идея внедрена Понимаешь Которая все-таки Показывала Что у человека Это не сам по себе Что человек Все-таки Он частично существует И вот одним из таких Вот способов внедрения Например Шезональд Он как раз об этом говорит Что человек Это не цельность Это никакая Не отделенность Это некая встроенность Это частичное существо А все остальное Это как бы на самом деле Идеализм Когда размышления о том Что человек Что-то такое Микрокосом Он сам собой владеет И все у него Находится под контролем Это некоторый род идеализм А на самом деле А реализм состоит в том Что вот есть Машинизм некий Автоматизм какие-то Работает Что человек на самом деле Встроен Как маленькая машинка Встроена в огромную машину Конечно У него есть система Которая сама себя осознает Пытается как-то Извлечь дивиденд Из-за всего этого машинизма То что мы называем личностью Но тем не менее Как бы Это не та личность О которой ведется речь В классическом понимании Это просто Некоторого рода Как там называется Субъект дискрепции Что-то как-то там Вот так Вот так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok